Первый в космосе. Сегодня Юрию Гагарину исполнилось бы 87 лет. И весьма символично, что именно 9 марта в столичном детском саду «Созвездие» начал работать цифровой стационарный планетарий. В космической ракете с названием «Восток» наш космонавт Гагарин подняться в космос смог. Он первым на планете под звездом проложил. И знают даже дети, когда и где он жил. В небольшой комнате умещаются открытый космос, звезды и планеты. Вся Солнечная система как на ладони. Изучать небесные тела намного интереснее в планетарии, чем по энциклопедиям. Очень интересные комнаты. Мы узнаваем планеты, мы узнаваем, как их называют. Мы узнаваем все. Я оживляю планеты из книги. Оживлять Меркурий, Марс и Юпитер позволяет приложение на смартфоне с 4D-графикой. Идея создать виртуальный музей принадлежит родителям. Они же вместе с воспитателями и детьми сделали экспонаты. Цифровой планетарий расширяет познание детей о земном шаре, его атмосфере. Причем делается это в игровой форме. Мы очень ждали открытия планетария, потому что это возможность расширить границы детского восприятия, сделать сложные и научные понятия более доступными для наших малышей. Жаль, что во времена нашего детства не было такой аппаратуры. Может, и мы бы стали космонавтами. Сегодня ребятам показали фильм про первого в мире космонавта. Мальчики и девочки остались под большим впечатлением. Перед несколько минут могучий космический корабль унесет вперед в далекие просторы селяния. Ольга Семенова, Дмитрий Салманов, Республика.